На пару с коньками предлагают встретить Новый год в парке Черное озеро. При хорошем таком минусе каток откроет уже в 9 утра. И покататься можно будет до позднего вечера, до 3 утра уже 1 января. 31 числа утром, рано уже, у нас ребята начинают работы по восстановлению ледовой поверхности. 30 декабря здесь же в парке покажут спектакль экскурсии о жизни Льва Толстого. Мероприятие подготовили и для взрослых. Скучать точно не придется. Особенно с иностранцами. Французский дух праздников в Казань привезут артисты Ремю Менаж. Они подготовили захватывающее путешествие во времени. Развлекать горожан они начали уже сегодня. В Горкинско-Аметевский лес переместятся французские театралы. И лучше здесь искать все места повыше, потому что обещать шоу на стыке музыки, танца и цирка. Артисты будут выступать 30-го, 31-го, с 4-х до 5-ти. Французские артисты ждут казанцев и в других столичных парках в один день и сразу в двух локациях. После французов в казанские парки займут московские клоуны. Выступление театра клоунады «Высокие братья» уж точно не получится пропустить. Их можно будет увидеть практически во всех столичных парках. В парке же Горького они будут выступать 30 декабря и 3 января. Горожане ждут развлечений, им остается лишь подстроить мероприятие под свои планы. Смотрю афиши и планирую посетить мероприятие казанские новогодние. Если погода позволит, то на козу ходим. Отдыхать, а еще гулять. Что касается новинок этого сезона, то безусловно это программа «Зима в парках», которая проходит в наших отремонтированных, отреконструированных парках, обновленных парках. Детская программа ждается в сквере Дербышки, парке «Калейдоскоп». Подготовили развлечения на любой вкус и языки. Иностранцы, клоуны и мастер-классы. Мероприятия яркие и разнообразные, как новогодние конфетти. Альбина Менебаева, Марацет Гараев, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова